Ну что ж, мы все решили, мы все хотим стать, все никак не становимся, наверное, просто нужно смотреть дальше и чудо случится. Сегодня третья серия Винкс, я смотрю, вам очень сильно залетела эта вся история в сердечко, в душеньку вашу детскую, ностальгическую, вы все вспоминаете, кем вы были. Вы, кстати, почему-то не пишите в комментариях, кем вы были, я открыл вам свое сердце, я сказал, что я Флора, и на меня только смеялись, но не сказали, кто вы. Производство Рэмбол СРЛ В месте мы сильны, чудеса творить вольны, и всегда устремлены к победе. Можешь, кто у нас получись, с добрым улыбнись, без окна, пусть пустись, как ветер, если шашлык стать, одно из нас. Какие они пластичные, я каждый раз просто смотрю во время превращения, очень мягко все такое. Мы волшебницы, добрые пеи. Перемотаем? Нет? Нет, ладно. Нас ждут чудеса. В облаках мы летим сквозь пространство и время, сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу викс, так вместе мы сильны, чудеса творить вольны. Подожди, стой. Я извини, что перебил, ты пела очень красиво. Я правильно понимаю, что специалисты магии никакой не обладают? У них просто светящиеся шарики. Они просто сильные пацаны. И у них очень много технологий всяких разных. Всякие лазерные мечи, типа вот такого. А в чём их смысл, если это всё обычные силы феи? Саш, ну они типа очень сильные, они могут убить кого-то. А фея не может? Фея нет. Ей нельзя или она не может? Фея делает то, что хочет, ясно? Я понял, а она убивать не всегда хочет. Мы стремлены победе, ты нас над вас недалеко. Мы уже все легко, не разлучит нас никто. Ладно, потом. Я просто хотел сказать, что мне Стелла нравится. Стелла прикольная. Ну, в смысле, я... Обычно характера твоя персонажа такая, знаешь, обычная. Бичкёр такая, ля-ля-ля. Мне всё весело, мне всё плевать. Я такая бунтарка. Обычный, нормальный... Обычный персонаж второго план. Ну, а что сейчас смотрю? Она вроде прикольная. Ну, она добренькая, на самом деле. Там вот когда были серии про её отца, про The Two Enchantix. Так классно было. Жалко, что этого персонажа не раскрывают. Ну, да нет, вроде как раскрывают. Клуб Винкс. Школа волшебниц. В Алфее пять подруг создают свою команду. Как замечательно ходить на уроки магии со Стеллой, Флорой, Музой и Пекной. Но в вошвом измерении также существует школа ведьм Облачная башня. Там учатся опасные ведьмы Аси, Дарси и Сторми. Вот нам их сразу, блин, показали, как опасные. Ну, опять же, для ребёнка не надо раскрывать. Ему надо всё приторно показать. Есть левая, правая сторона. Всё. Тебе больше ничего не надо. Одни плохие, другие хорошие. Не вдавай себе в детали. А есть хорошие ведьмы? Ну, хоть парочку есть? Там что, прям все... В Башной башне. Да. Ну, это покажут потом. Покажут. Нападение Огра. Но зачем им это? Мне так нравится это начало, это интрига. Но поступит ли Блум? Но зачем им это? Ну, зачем ей поступать? Ты пить хочешь? Попей, попей. Спасибо. Ну, вот ты видела, это с нич пролетел. Кто? С нич. Из Гарри Поттера? Да. Да. Это пасхалочка была только что. Я тебе отвечаю. Хорошо. Всем доброе утро. Как всегда, мне выпадает честь открыть учебный год. Для тех, кто ещё со мной не знаком, я профессор Визгейс. Ваш преподаватель превращает... Я правильно понял, что она сидит в лифчике на парах? Ну, да. Ну, грубо говоря, да. Да ладно, Саша. Да я что, против, что ли? Я что, против? Так, ещё раз. Это круто. Не, не говори, что ты против. В каждую школу бы такие правила. Я только... Наши учителя, блин, за распущенные волосы тебя могут выгнать из класса. Если кто-то вот так одет и в школу придёт, у нас же как? Белый верх, чёрный низ. Ненавижу, блин. Слушай, ну здесь прикол в том, что в основном здесь учителя, видишь, она пришла на пару к учителю, а не к учительнице. Ну, какая разница? Ну, я думаю, что, допустим, если ты придёшь такой на уроке физкультуры, тебя не выгонят. Если физрука из ронеток, то вряд ли. Я предпочитаю это называть искусство изменения... ...вашего внешнего вида. Да, браво, да! Знаешь, что прикольно? Мне кажется... Возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, всё, что их здесь учили, они не особо, ну, применяли потом в итоге. А чё они... У них просто были какие-то свои силы, потом типа Чармикс, Энчантикс и всё. У них вот как была сила там, у этой земля, у этой солнце. Почему они в школе вообще научились-то хоть контролировать эти силы? А как они становились сильнее? Ну, вот я не помню, чтобы... Вот он сейчас их учит, да, допустим, менять облик. Чтобы они хоть раз облик поменяли? Я не помню такого. Может, я просто не помню. Напишите, если было. Да, к концу года вы сумеете сделать лучше. О-о-о! Ой, её! О-о-о! Нет, и поскольку у всякого конца есть начало, логично. Давайте начнём с простого упражнения. А-а-а! Сосредоточьтесь, посмотрите в зеркало, посмотрите на себя и подумайте об изменении цвета ваших волос. А-а-а! А-а-а! Ну, просто рыжий пигмент не так легко вывести. Да. А та что была? Просто брюнетка? Да, у той просто русый обычный. Легко красится. Не волнуйтесь, Блум, если не получается в первый раз, попробуйте ещё раз. Давай попробуем ещё раз? Хорошо. В последний раз и всё. Занятие только начинается. Если не получится сейчас, это не конец цвета. Там, откуда я родом, есть выражение. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Там, откуда я родом... Там, откуда ты родом, обычно это говорят родители. Да. Там, откуда ты родом, как раз все прокрастинируют. Блум, ты чего? Выражения нет, и мы все более расслабленные. Стелла, пожалуйста. Ну, хорошо. Но не забудь сосредоточиться. Подумай о цвете и представь, как твои волосы меняются. Новый цвет медленно распространяется от корней до кончиков волос. Отлично. Видишь, что у меня вышло? Блум, ты невнимательна. Не сосредоточена. Ну, по крайней мере, что-то произошло. А как они это делают? Они просто силы мысли это как-то... И всё, и покрасилось. И штанов. Ну, реально, как это работает? Никак не объясняйте. Это главное правило. Слушайте, всё, я попал. Фея не должна тебе ничего объяснять. И это прогресс. Перестань смеяться. Она правильно смеётся. Посмотри. Это так глупо. Это неправда. Она миленькая. Они очень смешные. Смотри на её голову. И там, знаешь, вот у них, знаете, волосок торчит? Да-да-да. Как будто они фрукт какой-то. Или можно там груша, да? Может, на грушу покушать? Я спелая груша. Помнишь эти рекламы? Фруктовый сад. Ну, ты извините. Я спелая вишня. Нет, что-то там... Я флора. Нет, какая флора? Фруктовый сад. Так давай в нашу версию. Я флора. Я спелая флора. Нужно ещё потренироваться. Знаешь, у меня никогда не было такого тяжёлого дня. Первый день всегда такой. Нихрена себе. Девочки, можно вас спросить, почему вы здесь волфея? Потому что я хочу стать настоящей феей. Успешной, красивой, сильной и любимой всей вселенной. Конечно, я хочу делать добрые дела, делать людей счастливыми и мирить расставшихся влюблённых. Сколько, блин, обязанностей. Вообще, мирить расставшихся влюблённых – это абсолютно неблагодарное занятие. Здесь, мне кажется, она будет злоупотреблять своими силами. Да, может, и надо расстаться. Нельзя. Ни в коем случае. Не занимайтесь этим. Если у вас есть магические силы, девочки, приберегите их на что-то другое. Например, на то, чтобы разводить всяких мудаков. Моих родителей. Я тоже хочу стать настоящей феейной. А, видишь, у неё мотив какой. Она хочет родителей своих воссоединить. Они расстались. О, я тоже пытался ребят бросать. Ну, сколько ей лет? 16? Ну, да. Тогда нормально, да. Она хотела попасть. Точно, она свои силы пыталась сделать… И во благо семьи. Благоприятные для неё условия. Поняла, что у неё сил не хватает. Родители всё равно срутся. И она полетела в Магикс для того, чтобы… Там вообще будут целые серии, посвящённые её семье. Так что… Ведь я здесь, потому что я люблю учиться. Ах, это ответ настоящего ботаника. А ты, Блум? В этом ты проблема. Она, кстати, ботаника. Я не знаю, что я тут делаю. Ну, типа, ботаника. Это же про растения. Вау. Один плюс один. Бэу соединили. Она ботаник. Фу. Ну, и это типа не оскорбление. Нет, нет, нет. Она фея природы. Бал тебе за находчивость. На лоб не отрится. Звёздочку, наклеечку. Реально, как Хогвартс. Реально, чё это такое? Это прям… Как называется этот… Холл. Хогвартс? Холл Хогвартс. Ты с ума сошла? Я никогда не еду цветов. Чё происходит? Наконец-то. Чего вы так долго? А чё они едят? Суп какой-то. А феи же они… Им нельзя. Причём непонятно, чем они едят. То есть, они его просто пьют. Тут нет столовых приборов, ничего. Где? Их нет. Вообще ни одного. Ни салфеток, ничего. Ни… Ну, типа, а как вытирать рот за собой? Ну, вот так вот пьют. И вот… Помаду стёрла. А, ну чай пьют. Это не суп, это чай. А чё за блюдца такие? Это прям блюда. Это чайные. Большой, типа, чай такой. Так они же на диете все наверняка. Откуда у них такие талии? Они вот на чае и вот проживают как-то. Прикинь, Блун, ну любить… Она пришла с земли, а там все любят поесть. Приходишь, там одни чаи. Я Майгию, конечно, люблю, и обратно к чебуреку. Ну, блин, конечно, шаурма мне дороже. Будьте, пожалуйста, внимание. В волшебных школах существует традиция. Сегодня в честь наших новых студентов у нас состоится ежегодный бал. Учащиеся колледжи для фиалки и школы волшебников «Красный фонтан» соберутся здесь. В нашем дворце, чтобы провести традиционную церемонию обмена приветственными подарками. Всегда в фильмах и сериалах для первокурсников что-то классное устраивают. Типа бал. Для тебя тоже. Ага, лагерь этот, в котором, блин, меня заставили на коленях идти от одного пункта к другому. Я все джинсы себе изговняла. Я не навидела этот лагерь, блин. Ну, зато ты со всеми объединилась. С кем? Я тоже хотела бал. Или вечеринку. А что, подожди, еще момент. Они все втроем сидят, там, знаешь, такая абстрагированная верхняя ложа. Смотри, у них там балдахин вверху. Они прям, ну, комфортненько там устроились. Причем… Учителя. Так, а что получается, у них всего три учителя? Нет, ну, там еще кто-то есть. Ну, смотри, Визгис, Фарагонда и вот это вот. Там еще есть тот учитель, который такой, какие хорошенькие девочки. Ну, это педофил. Так это Визгис? Нет, это высокий был чел. И еще какая-то женщина была рядом с ним. Ну, видимо, они не едят с этими, с основными. Пожалуйста, Тихо. Говорит ваша переференция мисс Фарагонда. Давайте проверим уважение. Спасибо, Гризельда. Я хочу сказать еще одну вещь. Я призываю всех напрячь воображение и превратить эту простую комнату в красивый бальный зал. Уроков сегодня не будет. Начинайте работу. Мы хотим вами гордиться. Свой день прошел, обучение уже на следующий. Да, это же вообще мечта. Да, уже сразу праздник. Это мечта, а не... Я тебе говорю, поэтому у них нет никаких знаний по окончанию. Просто вот с чем пришли, с тем ушли. Это как у Фобоса, да, похоже? Очень похоже. У всех зловещих злодиев. У всех на тонком основании. Все такое вверху. Это, скажем так, это неоготика. Там, где все супер... Нет, это не просто готика. Это неоготика. Короче, в обычной готике там, ну, как бы, есть шпили, но они такие немножко потуплены. А в неоготике там все такое одни копья вокруг. То есть, там прям выкручено на максимум. Ну, ладно. Что удивляться? Ну, ведьмы. Больше знаешь, что удивляет? Вот, допустим, в Магиксе там удобный подъезд. Так это тоже Магикс. Нет. Это Алфея. А, Алфея. В Алфее очень удобный подъезд. Ты подъезжаешь к воротам, как белый человек. Заходишь там, все делаешь. Потом можешь в город уехать. Вот здесь, на скале. В лесу. Там даже непонятно, как туда забраться в целом. Да, вообще, чем руководствовались вот эти маленькие девушки? Логистика отвратительная. А если дождь? И ты летишь на метле туда каждый день. Да реально, быть ведьмой – это проклятие. Я не удивлен, что ты вся, блин, злая на всех. Реально, ты прикинь? Ты на пару просыпаешься, одеваешься, моешься, садишься на метлу. И ещё один момент. Да, они не на метле. Ещё один момент про метлу. Вы никогда не думали, что это мега неудобная хрень? Ты сидишь на палке с задницей, то есть она обхватывает жопу вот эту палку, и ты сидишь вот так вот, летишь, едешь. Это реально, это не велосипед. Это даже, я не знаю, не самокат. Это просто палка в жопе. И ты летишь на ней. И ты на каждое утро в магическую школу, где ты заранее уже плохой, просто потому что ты таким родился. Реально, что это такое? Это расизм. Классное унижение. Просто внимание, вот идёт директриса Гриффин. Мои юные ведьмы, я собрала вас здесь, потому что у меня есть для вас грустные новости. Сегодня феи устраивают вечеринку. И снова ведьм облачной башни никто не пригласил. Они прям кайфут. Да, нас не пригласили, мы лунеры. Ха-ха, вы становитесь сильнее и злее, ведь это наша функция. Я согласна с вами, но для вас это возможность проверить ваши волшебные чары. Испортить вечеринку и стереть улыбки с лиц фей. Это обязанность каждой веньмы в этой школе. Они оскорбили нас. Вот, всё сводится к тому, что одни просто не хотят дружить с другими. И все козни просто из... Ребят, ну здесь должен быть какой-то социальный орган, реально. Здесь же феи, типа, я не знаю, магические психологи, которые брали бы вот так вот и разберли. Почему у нас вот такая проблема в стране? Почему у нас волфеи одни не дружат с другими? Тебе сейчас скучно, да? Нет, я смеялась, я не зевела. Я хочу сказать, что она в первую очередь неправильно поступает. Она разжигает мою. Она берёт, да, она берёт, настраивает. Настраивает своих ведьмочек. Платят! Я призываю вас придумать способ, как испортить их маленькую феесту. Жду ваших предложений. Я выберу самое лучшее. Пусть выиграет худшая ведьма! Как ты думаешь? Выиграет худшая ведьма? Ну, типа, самая жёсткая. А, то есть там худшее, это лучшее. Да, да, да. Ну, типа, король среди лузеров. Да. Лох среди лохов. Это путает, я знаю. Я забуду. Да, это путает. Королина, бросать план? Почему нет? Перестаньте, мы просто зря потратим время. Поверь мне, Сторми, дорогая, будет весело. Мне нравится Айси, она какая-то такая. Вау, а ты правда садистка. Нравится стерва? Ну, конечно. Но издалека. Они мне нравятся издалека, под колпаком, под стеклянным, бронированным. Вот просто смотришь, такой, о, это стерва. Не лезь, блин, она тебя сожрёт. Ну, вот в таком виде, на стерва, очень приятно смотреть. Уроки отменены, а это только наш второй день. Что нам нужно сделать? Глядя, читает мои мысли. Это просто блум. Нам просто нужно развеселиться. Я сделаю украшение. Красиво. Вообще. Кай, святые. А я займусь музыкой. Ну, конечно. Что значит, без танцев? А я подумаю, что надеть, потому что одежда тоже очень важна. И, конечно. Вот, блин, Стелла самая прикольная. У этих двух я сделаю украшение для всех. Я сделаю музыку для всех. Я сделаю одежду для себя. Просто дикий эгоцентрик. Я бы тоже пошла думать, что мне надеть. То, что мне вообще срать, как это всё будет выглядеть. Главное, чтобы я бы надела классно. Чтобы меня заметили. Ну. Что вы думаете? Шикарное. Конечно, платье. Не знаю. Посмотри. На флору. Всё, она вырядилась. Какой-то цветок. Стой. Ну, это... Ладно. Я ещё понимаю. Вот эти вот закрученные пандочки ушки. Такие. Нет, прикольно. Это прикольно. А ещё сверху и получается и цветок. А Техно вообще опять с какой-то, блин, хренью на башке. У неё антенна? Это не антенна. Это кокошник. Это русская. Она русская фея. Русская фея. Славянская. Техно. Технофея. Жалко, что у нас нет ничего. Это советская фея. Почему советская? Потому что сейчас в нашей России будущего с технологиями всё очень плохо. А вот в Советском Союзе... А в Советском Союзе прям хорошо было. Не хорошо, а было прикольно. Были какие-то разработки. Да ты чё, у нас литография была в Советском Союзе. Ты чё? Это типа как летопись? Нет, это типа как мы делали свои процессоры. Мы делали вычислительные машины. Мы так рады за вас. За нас. Кстати, очень много, кто делал советскую вычислительную технику, были армяне. Я знаю. Откуда ты знаешь? Потому что по определению армяне везде крутые. Нет, цветной телек тоже чел армянин изобрёл. Да? Да. И сам сидел смотрел. Да. Она звала меня из витрины магазина. Упей меня, пожалуйста. И, конечно, ты ответила на призыв. Как благородно. Я точно произведу впечатление. Посмотрите, а чё, муза чё-то с востока, да, она? Ну, в смысле, она там китаянка? Или какая-то кореянка? Смотри, тёмные волосы. Да, вытянутые глаза. Любит музыку. Национальные мотивы в одежде. Да, вот просто мотивы в одежде мне как-то показали. Что-то восточное, да? Что-то восточное. Ага, я слышала, что мальчики из красного фонтана очень симпатичные. Мальчики, как будто меня это волнует. Тогда почему ты нарядилась, как настоящая дива? Это не для них. Если ты идёшь на церемонию, надо одеваться соответственно. Ну да, конечно. Извините, но вы думаете, они пустят меня в такой одежде? О, Блум. У тебя нет... О, Блум, ты одна, ты клубушка. Мы совсем забыли. Ой, а как же быть? О, Блум, тебе лучше не ходить туда. А как эту ситуацию решать? У неё нет денег, надо идти в город. Ну пусть возьмёт что-то у девчонок, одолжение. Да это на ту, это и общага, господи. Мы в общаге вообще, мне кажется, ничего своего не носили. Мы всё друг у друга, блин, тырили. Тырили? У меня, по крайней мере, очень многие. Ну и я брала. Я думаю, куда пропадают мои вещи? Нет, просто просили друг у друга, ну, на какие-то мероприятия одежду. Потому что ты уже в этом ходила, ты уже в своём не хочешь. А вот в этом ты ещё не ходила. И плевать, что все ходили уже в этом. Ну ты-то не ходила. Ну вообще-то общага. Бима, можно всегда найти решение. И в данном случае нам поможет шоппинг. Шоппинг. А откуда деньги у Блум? Родители не могут ей даже скутер купить. Да Стелла ей одолжит, наверное, богатая принцесса. Стелла одолжит, да? Станем мы ещё сильней, и меня ты приведи к победе. Винц, все мы феи на Винц. Молится. Какая же чушь. Мы подруги и соседки. Мы летим, как светлички. Смотрите, если решишь, можешь создать. Винц. Как вам это? Неплохо. Хрень. Слишком дорого. Я заплачу за него. Нет, Стелла, ты можешь её обидеть. Стелла, как ты могла? Как ты могла заплатиться? Моли, Блум ничего не купила. Вот Флора мразь. Нет, Стелла, не стоит. Ты можешь её обидеть. А вот я, кстати, не обижаюсь. С клейкой, следующий кадр. У Флоры новое платье. Вот подосрала. У тебя ей что? Ну. Ну, теперь ты... Она реально ей подосрала. Ну, теперь ты не обижаешься. Как-то поздно, Блум. Да, надо возвращаться в Алфею. Ты в порядке? Не волнуйся. Что произошло? То есть, мы все... Флора! Реально, мы все в пятером девочки. Поехали, короче, шопиться, да? Точно понимаешь, что она нищенка. Она с земли. У неё нет денег. Да даже если и есть, то... Навряд ли здесь в обменниках мужики с вот этими барсетками обменяют доллары на какие-то... Я не знаю. Как называется? На маги... 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 Маги-мани. Маги-мани. Короче, это очень стрёмно. И типа они такие всё попримерили. Такие, а платье, а нету? И единственное... То есть, я думаю, Стелла, она заранее понимала, что она за неё заплатит. А Фордка? Нет, это её обидно. Ты в порядке, Блум? Ты не грусти. Что-нибудь найду. По крайней мере, я надеюсь на это. Самое дешёвое платье, которое я тут видела, стоит моего недельного содержания за ближайшие 10 лет. О, эвренька. Распродажа. Одна и та же. Ты видела? Одна и та же женщина. Она продаёт... Смотри, сейчас я отмотаю. Вот это вот с очками. Она продаёт в одном магазине и в другом. Это знаете, о чём говорит? Что она берёт из распродажи по скидке, выбирает, несёт в свой магазин, там продаёт в три дороги. Ну или просто не запаривались с рисовкой. Нет, ты что? Это всегда глубоко и гениально. Кстати, а вот эта девочка, она, я её видел... Срезы феи. Да. Мы, мы феи в клубе Винкс, мы вместе ветвела на судьбу... Блин, ну вот эта хрень сзади лишняя. Оделась как чмошница. Не, реально, ну... Она вот, наверное, она осознаёт, что у неё не очень нарядная. Она такая, сейчас купите красивое платье, мне это невыгодно. И тогда уже я обижусь. Да. Она похожа на рыбку. Да, красиво. Знаешь, почему мне это напомнило? Вырезку с лососем. Ты чувствуешь, она такая... Вот такой он, прям вот так уже идёт. Я почувствовала. Она просто кусок ткани купит сейчас. Чё-то купила всё-таки. Я получила много предложений, но ваша самая отвратительная, ужасная идея. Мерзко, противно. Другими словами, оно лучшее. Молодцы, девочки, отлично начало года. Спасибо, профессор. Пожалуйста, не разочаруйте меня. Мы приступаем к работе, мадам. Вы можете доверять нам, мы не подведём. Сегодня вы заснёте под звуки плачущих фей. Как глупо. Да почему? Ну вот такие они. Я их принимаю такими, какие они есть. Я вообще, я за ведьм. Реально, мне сейчас больше всего импонирует вся вот эта вот школа с ведьмами. Потому что у них есть хоть какой-то мотив. Их ущемили, их не пускают на бал, презирают, не любят. У них появляется компрессия, они депривированы, хотят любви, хотят понимания и заботы. Не, ну вообще их должны были на бал пригласить? Или вообще зачем они должны были их на бал пригласить? Это бал чисто по алфеи, для первокурсников. Да, это смешно. Да, типа, им просто повод. Нас не любят. Нас не пригласили. Вечеринка вот-вот начнётся, а мне ещё надо доделать своё платье. Кико, ты должен мне помочь. Это платье слишком длинное. Ножницы. 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 Кико, это платье слишком длинное. Так всё в дырках, прикинь. Кико, что ты сделал? Кико. Кико, не думаю, что это получится. Здорово. Получилось. Сожгла кровать. Просто лазером. Лазером. Она не умеет же лазером пользоваться. Её этому никто не учил. Был всего лишь один день, в котором она даже волосы не могла себе пере... А, точно, просто общагу спалила нахрен. Что происходит? Реально спалила. Что? Брэндон, Скай, Ривен, они все здесь. Мальчики. Что? Ладно, ну, девочка неопытна. Что? Кошмар. Какой кошмар. Если бы у меня были ножницы. Когда тебе что-нибудь нужно, это невозможно найти. Она так и не потушила. Она просто ушла. Да приятно. Ножницы. Она такая, мне нужны ножницы, и ушла. Опять склейка, горит вся Алфея такая. Нашла. Шикарно. Мы почти на месте. Ой, я думала, она пошла. Думала, мы подземели. Чем дальше я уйду, тем позже меня найдут. Эти туннели заброшены уже многие века. Тогда они соединяли три школы и использовались в случае опасности. Вход в Алфея впереди. Мы почти на месте. А, нет, они реально обиделись, потому что специалистов-то позвали. Ну, они контактят. Ну, ладно, ладно. По сути, тогда и их тоже должны были позвать. По сути, да. Прикинь, как школу называют? Тёмная башня? Облачная башня? Облачная. Тоже каждый раз рассылает. Типа у нас сегодня... Тоже не приходят. Тоже такие. К ведьмам? Садиться на метлу. Хотя у нас крылья. Блин, реально, ведьмам очень плохо. Пусть начнётся веселье. Это глупо. Я не могу найти даже простую пару ножниц. Я посмотрю в кладовой. И куда нам идти? Не спрашивай меня, карта только у тебя. Я узнаю эти голоса. А чё? Они прямо за ней идут. С фонарём. Да это нормально, это нормально. Если ты не видишь это в экране, то значит этого не существует. Это 2D мир, в котором всё находится. Знаешь, это философская теория, когда всё существует только в поле твоего зрения. Как только ты отворачиваешься, это уже не существует. Ну да, да. Эй, посмотрите. Герб Красного Фонтана. О, смотри, и тут тоже Трикверт. Он, кажется, Трикверт называется, да? Типа как у Зачарованных. Да. Неизвестно, как это называется. На этом подарки. Интересно, что эти пастаки будут дарить феям? Чтобы это не было, мы используем это, чтобы создать хаос и начать панику. Это даст нам шанс получить кольцо. Давай, Дарси, Покажи нам, где оно. С удовольствием, дорогие сёстры. Иллюзии. Дорогие сёстры. У неё реально прокуренный старый голос. Такой, здравствуйте, дорогие сёстры. Не, у меня больше формулировка. Здравствуйте, дорогие сёстры. Дорогие сёстры и братья. Начинаем нашу службу. Покажите фокус. Бэл, нифига себе. Это очень прикольно. Это... Как её зовут? Дарси. Дарси. Дарси, получается, умеет работать с... Смотря с какой теорией мы говорим. С четвёртым измерением, то есть со временем. Ну, опять же, про четвёртое не про... Давай так. Блин, я даже не знаю, как назвать, чтобы вы у меня поняли. Короче, она умеет работать со временем. Иначе бы как она могла это увидеть? Как видение. Наконец-то! Яйца. У-у-у! Маленькие заколдованные яйца. Ну ладно, пора готовить наш сюрприз. Эти подарки станут яйцами змей-крыс, которые проклюнутся от прикосновения феи и напугают всех до смерти. Боже, нет! Молодцы, сёстры. А теперь уходим отсюда. И дальше пешком через лес? А почему не уйти через... Я прикапываюсь, я знаю, но можно же было уйти тем же ходом, плевать. Через какой лес, Саш? Они просто переместились в другое место. Это портал был? Да. А зачем тогда было идти через эти длинные каналы, которые соединяют три школы? Если можно было использовать портал. Ну, тоже, да. Ну, нет, это был не портал, они просто открыли дырку в стене и прошли. Идут через лес. Мы спрячемся и посмотрим шоу. А-а-а! Они просто хотели посмотреть на шоу, блин. А вы прекрасны? Это же период, у меня есть, спасибо. Разве они не классные? Ой! Извините! Извините. Блум, ты в порядке? Да, конечно. Рад видеть тебя. Да. Так, ладно, это её парень, всё понятно. Он почесал за головой, она такая неловкая и очень спешит. Как они размножаются? То есть, получается, внезапно, да? Но получается, что фея передаётся по женской линии, ну, ген ВЕи. Потому что, допустим, она переспит со Скайем, у них родится ребёнок внезапно. И это будет мальчик. Мне кажется, этот ген передаётся просто по любой линии. Да? Да. Нет, ну смотри, вот я... Но будет колдуном. А тут есть колдуны? Подожди, но... Подожди, феям противопоставим. Вот я не вижу здесь ни одного. Вот фея – это исключительно гендерный какой-то, гендерный прикол. Ну, будет просто... Смотри, у них же есть преподаватели-мужчины, у которых тоже есть силы. Нет, смотри, ну фея, вот сама по себе крылья, вот это всё. Ну, нет, мальчик-фея не будет. Ну, ты хочешь, чтобы были мальчики-феи? Блин, ну почему? Зачем это? Ну, это шовинизм. Я хочу, чтобы были мальчики-феи. Хорошо, хоти. Ну, ты им никогда не будешь. Блин, такое ощущение, что просто берут и отыгрываются, да? Ну, в тех годах сейчас. Конечно, мы всё разрешаем, да? Чтобы всё было всё... Блин, тоже сейчас разрешаем. Сейчас мне, пожалуйста. Нет. Да, он нам разрешает. Да не я вам разрешаю. Общество. Это жадное, патриархальное до власти общество разрешило. Нет, ни при чём. Всегда, всегда за. Блин, какой я конформист, а? Просто гадкий человек. Не, ну реально, почему нету ни одного фея? Один фей. Кота-фей. Не знаю. Так вот, смотри, она переспала со Скайем, да? Родился ребёнок. Если он мальчик, он становится специалистом. Специалист, если девочка-фея, такое тело строит? Ну, если я хочу быть феей? Я мальчик и родился феей. Ну, переезжай в другую страну. Уже, ну, мне надо идти. Уже? Уже? Что ты так долго? Мы уже начали волноваться. Это очень важно. Ведьмы тоже тут. О чём ты говоришь? Айси, Дарси и Сторми заколдовали подарки из Красного Фонтана. Я слышала, что они говорили о чём-то под названием Змея-крыса. Змея-крыса, да? Сейчас посмотри по базе. Змея-крыса. Болотное существо и семейство Отвратительность Джиннесса. Они едят же... Блин, это как... Вся сила Текны в том, что она, ну... Ну, что у неё есть интернет. Да, что она знает о интернете, а другие нет. Ну, в её мире есть интернет, а в этих нет. И она такая, сейчас пробью по базе. Это волшебство, девочки. Окей, гугл. Ага. Дядя Алиса, скажи. Алиса! Спасибо, Текна. Мы всё поняли. Липкие, злые и ядовитые. Как и ведьмы. Я хочу понять одно, а зачем это? Реально, тут получается Текна как гугл. Окей, Текна. Да, да. Спасибо, Текна. Так, ну, поставь лайк этому треку. Дай мне закончить. Ведьмы хотят устроить панику и использовать её, чтобы украсть твоё кольцо. Хм, это очень хитрый план. Нам нельзя позволить ребятам раздать яйца. О, слишком поздно. Смотрите. Да нет, ещё не поздно. Яйца только несут. Нет, смотрите. Сейчас открою. Посмотрите, как их жуткий план удастся. Надеемся, это порадует вас. Яйца с сюрпризами. Да. И сюрприз этот – очень милая змея-крыса. Нам нужно срочно найти обратное заклинание. Давайте, встанём в круг. Повторяйте за мной. Что было раньше, то будет вновь. Что было раньше, то будет вновь. Что было раньше, то будет вновь. Что было раньше... Ой, какая милая девочка. Да, хорошенькая. Очень хорошенькая. Бабочки, бабочки. Ну, что ещё нужно девочке, да, в сериале Винкс? Блин, пожалуйста, я чё-ли-то придумал. Они сами феи, ну, типа им дарят какие-то бабочки. Ну, главное не подарок, главное внимание, да, или как-то в этом... Ой, да это вот специалисты, как пацаны на 8 марта. Реально, какую стыкню подарят. Ну, а что вы хотите? Береги, открывай ручкой, айфоны. Нам как-то пацаны подарили вообще дешманские серёжки, прям из пластика. А у меня даже уши не были проколоты. И ещё у многих девочек в моём классе. И мы такие... Знаете, на что они жалуются, да? Мы подарили серёжки. Можно было прочекать, что мы не носим серёжки. Нужно было подойти ответственно к этому вопросу. А они просто... А у вас не пробиты были уши, да? У меня до сих пор не пробиты. Почему? Никак не решусь. Да. Тебя возьмут и дырку сделают в тебе. Это очень неприятно. Подошли неответственно к этому вопросу. А вы им что подарили? Давай, чтобы уравновесить. Носки? Нет. Я не помню. Да? Ну, мы классные. Наверное, настолько это было фигнёй. Нет. Не, ну правда. Ну, ребят, ну серьёзно. Давайте немножечко противопоставим. Ну, правда девочкам дарят штучки поприкольнее, чем парням на такие праздники? Это уже какой-то стереотип, к которому мы просто привыкли. Что мы им дарили? Ну, что ничего не дарили? Не, я шучу. Ну, мы же точно прикольное дарили. Точно, ребят. Я вас уверяю. И не верю. Вот она да! А почему это заклинание сработало только на этот ящик? Что было прежде? Стань там, ну это всё. И прикинь. И техно становится пацаном. Не, не, не. У неё короткие волосы. Вы знаете, почему нет? Разбирайте технологии. Вот эти вот стереотипы гендерные. Это я, получается, техно. Да. Который хотел быть феей. А там без вариантов. Единственный способ это... Надеюсь, это яйцо принесёт тебе удачу. Я думаю, мы скоро узнаем, принесёт или нет. Дай посмотреть. Флора, ты случайно не думаешь о том же, о чём и я? Думаю, да. А я очень хорошо училась на уроках профессора Палладиума. О? Флора, оно твоё. А сейчас я наколдую цветочный сюрприз для наших маленьких милых ведьмочек. Что ты сделала с яйцом? Я тебе потом скажу. А пока я хочу, чтобы ты сбегала переодеться. Уже поздно. Чё? Я ничего не поняла. Короче, одно яйцо получается. Он носил всегда с собой. Ну, они для ведьм сюрприз готовят. Я ничего не поняла. Там заколдовала плющ какой-то, видимо. Я ничего не понял. Не думаю. Давай смотреть. Я не могу в это поверить. Колдовство не сработало. Ладно, пойдёмте посмотрим. Неважно, Сторми. Рано или поздно кольцо будет нашим. Я всегда получаю то, что хочу. Так можно же этой тётке сказать, они все плакали, все громко орали. Да. Как она проверила. Да. А потом перестали. Они позитивщицы. Все такие. Позитивщицы. А комната Блум так и горит, да? Блум, поспеши. Извини, Кико, и время для игр. А? А? Шкатулка Стеллы. Ой, я должна остановить её. Эй, вернись ты. Боже мой. Это очень странно. Кольцо. Стеллы, оно улетает. Подожди меня. Куда ты летишь? Эй. Тихо. Кто-то идёт сюда. И кольцо тоже. Поймала тебя. Блин, переживал, как в последний раз. Серьёзно. Очень напряжённая сцена. Невероятно. Она уходит с кольцом. Маленькая мисс Проныра. Почему она лезет в чужие дела? Маленькая мисс Проныра. Какие каблуки высокие. Кайф. 12 сантиметров. 15. 16 сантиметров каблук. 20. 7. Как Фобосу лет. Ой. Это плохо. Где другие? Бедная Блум. Ведьмы загнали её в угол. Какая же она, сука. Она всё... Она... И вот тебе Флора нравилась? Вот эта бразина? Нет. Я уже против. Где девочки? Бедная Блум. Остаёмся здесь. Здесь безопасно. У Блум проблемы. Юная леди, настало время дарить наши подарки. Присоединяйтесь к остальным. А муза нам что-нибудь сыграет. Ты готова, маленькая? А почему не сказать Фрагонде? Фрагонде, да. Типа нашу школьницу, то есть... Ой, школьницу. Нашу студентку Буля там. Да, в принципе, ведьмы нападают. Они нам чуть сюрприз не испортили. Почему это не озвучивается? Девочка. Хм... Фрагонде! Гра- 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 Можно я удостоюсь этой части? Конечно А она что, типа самая главная, да? Ну, старшая, видимо, сестра И поэтому ей всё Их можно поссорить очень легко Да, там будут такие моменты Она что, главная? Она что, помыкает вами? У вас получается никакого равенства нет? Там они из-за парня будут сраться Ой, там классно На этот раз ты одна Твои друзья тебе не помогут Пока, маленькая фея Нет! Я не сдамся, я фея! И я справлюсь! Превращение в лом! Ого! Ого, я изменилась Теперь мы на равных У тебя очень симпатичный костюмчик феи Жаль, что тебе нужно чуть больше этого, чтобы победить нас Там качает загружение Что происходит? У меня кружится голова Мне нужно сломить колдовство ведьм Конечно И прикинь, тут реклама Эспумизан Блин, было бы прикольно, если бы От головокружения Да, да, да Не знаю, как это помогает От желудка Не умеет летать А тут наверху волшебные иллюзии не работают Надо же, что случилось? А почему внизу не работает, а вверху не работает волшебная иллюзия? Ну вот так вот Вау Плохая маленькая фея Ледяная тюрьма Обморожение Почему никто на это внимание не обращает? Да, там Просто буквально за стенкой За стеклянной Я на секундочку Стеклянной Где все тусуются? Да, это Флора уже 5 секунд назад Точнее уже там 15 секунд назад сказала девочкам, что было в беде Всем срать Там муза играет, короче Да, нам же не показали, что они уходят Да Им сказали Муза играй Муза Ну, блин Обязанность Кроем торт глазурью Айсберг Мороженое такое есть, айсберг Мороженое хочется Эй, кольцо у нас Уходим отсюда Я сделала это как раз вовремя Блум Блум Боже мой, ты в порядке? Да, девочки Очень вовремя Что за люди вообще Мрази они подруги Особенно Флора Все, можно выходить Они исчезли Я все еще цела Но где же были вы? Мы не могли сбежать от директрисы Все в порядке? Почему не сказать директрисе? Что за прикол? Реально Вашу ученицу сейчас избивают на дворе Они просто не хотели Что должна была сказать фрагон такая? Что? Как вы посмели? Этот праздник Пусть бьют ее Да чтоб ее сожрали все Вы с нами знаете, как я люблю этот праздник Смотреть на мальчиков И специалистов И что будете меня отвлекать? Вон из этого Магикса Из Алфеи вообще Блин, я Это, конечно, очень смешная причина Я смогла убежать от него? Да Ты серьезно рисковала? Да Я знаю Но у них кольцо Стеллы Я просто пыталась его вернуть Не волнуйся, Блум Кольцо в безопасности Именно поэтому мы и не торопились Блум нам в целом посрать Кольцо всегда было при нас Непонятно, что ты там решала Если бы кольцо было там То мы, конечно, бы вышли О чем ты? Расскажи мне Блин, Блум очень доверчиво Мне нужно спешить Небольшой надрез тут И последний штрих Блин, там уже закончилось все Вот Я готова к вечеринке Не, ну реально красиво Но длину она зря убрала Наоборот, было бы круче, если все Ну, типа, до пола была бы длина максим Как я выгляжу Ты красива, как весенний цветок Ты мне так И не обижена Потому что ты сама это все сделала Это был мой план Чтобы ты превратилась Набралась уверенности И смогла орудовать ножницами Я же все придумал И у нее нос вот так Опять вверх Что ты сделала с этим яйцом? Все просто Пока ты одевалась Я чуть-чуть поколдовала Чтобы поменять местами яйцо И кольцо Которое сейчас лежит в безопасном месте Да, Стелла? Точно Канад Задница А, там бабочки Как часы буча Вместо этой штуки Там не бабочки Там вот этот змеек Красозмея Я хотела увидеть лицо Айси Когда она откроет ракушку И ей в лицо Вылетит множество Прекрасных бабочек Вместо кольца Которые она так хотела заполучить Ой, какая ты хорошая Не так Но все равно будет весело Хм, что это? Может быть кольцо спрятано внутри? Там точно что-то есть Хм, я слышу какой-то стук Хм Там крыса А, нет Что это? А-а, мамочка Мамочка? А-а, мамочка Это такой милый подарок Сейчас у Айси проснется материнский инстинкт И она его у себя оставит Мамочка Блин, это трэш Ненавижу Я ненавижу его Ненавижу Это те матери, которые забеременели Родили Он отнял у них все вообще будущее Она его ненавидит Но все равно продолжает кормить Скармливать его Ненавидит, но воспитывает Мамочка 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 Какая сладкая история Все Следующая серия В Алфе Настало время экзаменов Профессор Палладиум Нихрена себе экзамены Только что же вообще Одна пара А все, экзамен Следующий Мы сразу экзамен В черном грязевом болоте Специалисты тоже будут там Но что-то пойдет не так Ну ясно Опять эта интрига Что же пойдет не так Что пойдет не так Как вам серия? Что мы спрашиваем? Все Вы ее видели тысячу раз Блин, это прикольно Пересматривать Мне понравилось На ютубе Если вы это видите Наверное это круто Потому что Вы нас напугали В комментариях Что нас заблокируют Нас закидают страйками Но пока правообладатели Милые и добры к нам Не знаю почему Наверное потому что К полненьким больше доверия И мое лицо Как у этих прогнозистов погоды Они такие О, нормальные Нормальные чуваки Короче, ребят Будем смотреть дальше Параллельно Вместе со всеми остальными Другими проектами Пока это будет На ютубе выходить Ладно, пока Будем смотреть дальше Если пропустят Опять же Давайте